А сначала будет вопрос в предисловии. Сам Эдуардус напишет только один вопрос Макару. Влад, так кому все же было труднее идти тебе с транспарантом? Или жене и сыну с надрюченными телегами? Первый том Влад будет объяснять, как тяжело было смотреть на вечно лежащую и жующую у телевизора жену и сына Лоботряса, что они разучились сходить по комнате. И уже когда мы переходили Нижний Новгород, скажет Влад, через Волгу, и на подходе к Перми, на этом участке я заметил, что к ним вернулась молодость. Но руки их просто приросли к обручням тележек. Спасали дальнобойщики, кто помогал едой, кто вещами. Пять человек купили ему гитары в пути, поэтому скарб и нагрузка у сына в тележке увеличивались. Мы рассчитывали на тележку якута-шамана, что часть вещей ему переложим. Но навстречу в чете, когда сын стал перекладывать часть скарба ему в тележку-шаману, толпа за ним с Якутии шла, и сам якут загудели, что они только шли без антихриста Путина изгонять, а не носить чужие вещи. В конце четвертой книги в конце выяснилось, самая печальная, почти трагедия. Влад Макаров признал, что он совершенно разучился ходить прямо вперед. И этому физически больно. Теперь только ходим пять лет назад, задом наперед. И это он понял, когда стал подходить с транспарантом к Новосибирску. Теперь Влад Светвич Толсмоленскому все дали кличку «Сто шагов назад». «Сто шагов назад». И следом у спину кричат и поют иногда молодые девчушки. Молодые девчушки. Неформального места терки на площади Смирнова поют все «Сто шагов назад». И самое обидное, что дирижерит имя Юденич. После этого бывший друг. После этого вот он стал бывший его друг. Это куда обиднее, о чем когда-то пел сам Меладзе и проститутки Виагра. Здесь совсем другие «Сто шагов назад», которые исчисляются километрами, а не шагами. Самое обидное, что когда произошла встреча с Якутом, что шел Путина изгонять, и когда сын стал перекладывать ему на тележку приобретенный скарб, приехали откуда-то менты, мусора и Якута на самолет и опять второй раз отправили в Якутию. А Владу пришлось возвращаться в Смоленск. Но жена и сын его предали. Отказались тащить тележки и толкать Смоленск обратно. Проголосовали и сели на попутку домой в Смоленск, бросив его на дороге. Одного с твой, с этими транспарантами и с портретом Кулемина. С двумя телегами и тележкой Якута-шамана. И оставив тележки на дороге, пошел задом наперед по врагам. Влад, он пошел задом наперед по врагам. Только задом наперед и устал уметь ходить. Вышел задом наперед и в какой-то деревне. Ему повезло. Жалчев в хату увидел пьяного цыгана. Уговорил его, что целую телегу его деньгами нагрузит. Если он его тележками на лошадке довезет до Смоленска. Значит, задом наперед. Запряг его кобылку, его телегу прицепил своими тележками. Положил рядом пьяного цыгана на сено. И поехал. Его задача была, чтобы цыган не просыхал, не просыпался. А был бы всегда постоянно пьяный пути. Чтобы ничего не замечал. Если расстояние между городами было большое, Влад набирал водки, самогонки, всего спирта на оставшиеся деньги. Чтобы постоянно, постоянно его поить дороги. А брошенный пьяный цыган лежал на телеге. И стал приходить в себя, когда они стали подъезжать к Печорску. Возле Смоленска. Потому что у Влада совсем кончились деньги на водку. И он сказал протрезвершему. Остановила шатку. Надо по большому в кустике избегать. Сам спрыгнул с телеги и побежал к кусты. Оббежал по трассе цыгана. И смотрел с другой стороны. И спрятался за танк. Спрятался за танк на выезде в Смоленск. И стоит. И уже за танком он услышал брани проклятия цыгана. Что его кинули на бабки. И увидел, как цыган спросил у проезжающего мимо на жигулях дачника. Что это за город? И как цыган рассверепел. Раскидывал его телеги. И его вещи пожитки во враг. Возле танка. А сам развернул телегу. Хлыснул кнутом и поехал опять по минаминку на трассу. К себе домой. Восемь тысяч километров. И тут Кулеминс Эдуардус гусиным пером выводит слово «эпилох». Как Владик восемь тысяч километров куда-то пешком. Пешком. И восемь тысяч километров на цыганской лошадке обратно. Получается шестнадцать тысяч километров. Бережно выводил пером Кулемис. Так почему же в Москву не заглянул? Не изгнал убийцу и абсолютного злодея Путина. Видишь? Отвечает Владик задумчиво. Говорит Влад. Я на это путешествие потратил три года своей жизни. И надо идти и приходить в себя. А на следующие выборы я опять пойду на стрелку к Якуту. Он собирается третий раз идти с Якутии в Москву. Изгонять убийцу Путна. Я не хочу повторяться. Я кнись ему задом напьет. Думаю концептуально, как это сделать в следующий раз. Вот этот портрет. Всего все началось. Это прозрение. Будущее. Прекрасно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...